Максим Зарецкий. Хранитель. Книга третья. Глава первая. Раннее утро. Яркое солнце пробивалось в небольшое завешенное окно комнаты, выданное Незославскими в их родовом особняке. Даже находясь в медитации, я хорошо чувствовал на лице его теплоту. И не скажу, что это сильно мешало, даже скорее наоборот, помогало сосредоточиться на деле и на себе. Природная энергия чувствовалась в последнее время особенно остро, а в медитации, как сейчас, и вовсе создавалось ощущение настоящего моря силы, разлитой вокруг. Не знаю, в чем точно причина, но произошло это после моей авантюры с использованием шестого движения и вплетения в него проклятой силы, что как бы намекало. Я со вздохом открыл глаза, осматривая пустые стены комнаты, в которой мне приходилось жить последние два дня после злополучных событий на охранной цитадели. Называть это заключением я бы не стал, но что-то очень близкое к этому. Несмотря на то, что сейчас в первом магическом полным ходом шли экзамены, за пределы особняка меня не выпускали. Очень вежливо и корректно Заславские просили никуда не ходить и вообще стараться поменьше покидать свою комнату под совершенно дурацким предлогом, что сейчас вовсю идет расследование нападения одержимых. Ну и то, что я нужен здесь для ответов на многие вопросы. Спрашивается, и чем у них тогда территория университета не устраивает. И судя по тем вопросам, которые мне задают во время проходящих мягких, но настойчивых допросов, продемонстрированная сила во время последнего сражения сильно заинтересовала Заславских и местные великие семьи. При том, что прошлые мои достижения такого ажиотажа даже близко не вызывали. Тогда в чем отличие? Я перевел взгляд на окно. Голубое небо без единого облачка и яркое солнце успокаивало. Заславские пытались аккуратно вызнать, что за технику я тогда использовал, но не сказать, чтобы сильно продвинулись в этом. В том смысле, что они просто не понимали моих честных ответов. Так что предполагаю, что мое вынужденное сидение на месте уже очень скоро завершится. Впрочем, после событий на Цити мне действительно был нужен этот отдых. В том числе и время на размышления. Слишком уж много новой информации появилось. Например, откуда во мне столько проклятой энергии? И как я мог раньше не замечать ее? Вообще вопросы интересные и непростые. Это как жить десять лет в доме, а потом обнаружить, что у него нет четвертой стены. Мягко говоря, шокирует. А если называть вещи своими именами, я до сих пор не могу до конца поверить в то, что произошло. Ну и, конечно, разговор с Александром Михайловичем, где мне аккуратно намекали на то, чтобы я занялся созданием и систематизацией знаний по боевым искусствам. Иными словами, от меня хотели получить знания и практики, а взамен также осторожно дали понять, что награда будет серьезной, в том числе и для приюта. И это было заманчиво. Но чего мне стоит написать пару книг с инструкциями и техниками развития общего назначения? Тех, что не являлись секретом ни для кого в мире боевых искусств. А взамен намекнуть на желание приобретения, скажем, небольшого участка для строительства школы. Уже сейчас, имея в качестве учеников ребят из приюта, я мог приступить к первому этапу возрождения школы. И это выглядело крайне заманчиво. От мысли меня отулёк осторожный стук в дверь. «Входите». «Мастер», — в комнату заглянула Мария. «Вы не заняты?» «Нет, уже закончил с утренней медитацией. Я так понимаю, ты тоже». «Да, мастер. Может, потренируемся?» Тут же спросила она и с явной надеждой посмотрела на меня. «У меня, похоже, всё-таки получилось то последнее движение». Вот же фанатка тренировок. Техника четырёх шагов звёзд настолько захватила её, что она только и успевала всё свободное время практиковаться. Ну и меня в качестве тренера старалась вытянуть, и не то чтобы я был так уж против. Нормальные тренировки мне сейчас, можно сказать, противопоказаны. Тело и духовные каналы пока восстанавливались после напряжённого сражения, а ещё приспосабливались к проклятой энергии, как я понял. «Ладно, я не против. Я поднялся на ноги. Глянем, что там у тебя получилось». Выбравшись из комнаты, мы с Марией двинулись по пустынному коридору особняка. В такой ранний час большинство слуг семьи сейчас занимались своими прямыми обязанностями, и мы так до самого первого этажа никого не встретили, кроме пары охранников. Зато прямо у выхода во внутренний двор поместья Заславских наткнулись не на кого-то, а на самого Георга. Пожалуй, одна из немногих вещей, которые меня за последнее время веселили. Для Архимага сражение против трёх серьёзных противников не прошёл даром. Не знаю, что там конкретно произошло, но в ходе боя ему неплохо так поломало руки и рёбра, плюс какая-то дрянь с подавлением силы заклинаний, которая шла в комплекте. Из-за этого бедолагу в буквальном смысле запеленали у гипс, локти зафиксировали и подняли на ширину плеч. Теперь из пафосного Архимага он превратился в мужика, постоянно пытающегося кого-то обнять. «Опять смеёшься, Глинка?» — спросил Георг, уже нисколько не маскируя своего раздражения. «Ну не могу я контролировать себя. Каждый раз при встрече с ним на лице сама собой появляется улыбка. Да даже Мария, наша холодная королева, старательно отворачивалась от красного, как помидор лица Георга, пряча дрожание губ, готовых в любой момент сложиться в улыбку. «Как можно, мастер?» — я поднял руки перед собой и тут же осознал, что просто непроизвольно копирую Георга, отчего улыбка у меня стала ещё шире. «Знаешь, чтобы ударить заклинание, мне руки не нужны, достаточно щёлкнуть пальцами», — рявкнул в ответ Архимаг, ещё больше распаляясь. «Мастер Георг, давайте обойдёмся без порчи имущества Заславских. Вы всё-таки здесь гость», — строго заметила Мария, но её вновь выдало предательское дрожание губ, так и норовящих сложиться в улыбку. «Конечно, госпожа», — ответил тот, возвращая себе спокойствие, хотя дёргающаяся бровь явно говорила, что удавалось ему это не до конца. Отойдя немного в сторону, так, чтобы мы не слышали его, пробормотал под нос. «Знаменитое гостеприимство великих семей. Чтоб вас всех!» Благодаря моему усиленному слуху я это хорошо разобрал, но виду, конечно, не подал. «Мастер, зачем вы его каждый раз провоцируете?» — между тем спросила Мария, когда мы вышли во двор. «Я не верю, что вы не способны контролировать свои эмоции». «Кто сказал, что я его провоцирую?» «Георг, в сущности, просто играет со своим возмущением. Ну, и его действительно смешно подкалывать». «Не боитесь, что он станет вашим врагом?» «М-м-м... Нет, не боюсь. Мне удалось его немного понять. Если бы рядом были его подчинённые, тогда да, он немного помешан на субординации. Ну, и кроме того, Георг всё-таки обязан мне жизнью и хорошо помнит об этом». Мы углубились в парковую зону двора Заславских, направляясь к облюбованной ещё в прошлое посещение поместья тренировочной площадки. Конечно, немного жаль, что по насыщенности природной энергии это место несколько уступало территории приюта. Но и так неплохо. «Где-то над нами залилась стрелью какая-то печуга, явно задавшись целью оповестить весь парк о том, куда мы идём. Ох уж эти защитные заклинания местных великих семей. Так вот и не скажешь, что прозвучавшая трель обозначала что-то вроде шифра, понятного лишь охранникам территории дома Заславских». «Предполагаю, это простое оповещение о появлении поблизости представительницы семьи». «Ну, давай, показывай, что у тебя там получилось», — сказал я, когда мы таки добрались до ровной и удобной тренировочной площадки. «Да, мастер», — тут же кивнула девушка, развязывая шнурки чехла, в котором находился её бакен. Отойдя немного в сторону, я внимательно следил за действиями Марии. «Восприятие это то немногое, что мне сейчас доступно в полном объёме. Вот и глянем, что там она придумала». «В том, что у Маши будут ошибки, в воспроизведении шагов я нисколько не сомневался. Четыре шага звёзд, мягко говоря, совсем непростая техника. Конечно, до движения цветения ей далеко, но всё же». Вот девушка передо мной встала в стандартную стойку и начала воспроизводить технику движения. Шаг. Вокруг неё вздрагивает природная энергия, начиная закручиваться в тугие спирали. Хорошо исполнила, даже прикопаться не к чему. Ну и кроме пары совсем уж незначительных деталей. Микки, вот уже собранная Мария сила, формирует что-то вроде конуса атаки. В этот момент я замираю. Что-то не так. В собираемой девушкой природной энергии начинают появляться необычные включения тёмного цвета, и мне хватает одного взгляда, чтобы узнать их. Проклятая сила, её с каждой секундой становится всё больше. Мгновение, и вот уже вокруг Маши закручивается проклятая энергия. «Какого?» «Стоп!» — крикнул я, оправившись от увиденного. Успел в последний момент. Девушка уже хотела активировать движение, но, услышав меня, остановилась. «Развеивай технику. Осторожно. Делай, как я говорю. Вначале сосредоточься на внешней природной энергии. Так. А вот теперь мысленно. Создай канал и выпусти собранную силу. Вон туда». В следующий момент в дальнюю часть тренировочной площадки вылилась проклятая энергия, больше похожая на чернила. Благо, видеть эту гадость могли только мы с Машей. «Мастер? Что это такое?» Девушка была явно шокирована тем, что увидела. «Это я у тебя хотел спросить. Давай по порядку, как ты дошла до того, чтобы использовать эту силу? Не волнуйся. Ничего страшного не произошло». «И да, мне хотелось бы увидеть место, где ты практиковала это новое движение». «Да, мастер», – кивнула слегка напуганная Мария. «Александр Михайлович, вот полный доклад по допросу одержимого. Глава службы безопасности заглянул в кабинет ко второму по влиянию человеку в семье, предварительно почтительно поклонившись. Спасибо. Кстати, как там наш парень? Как сейчас воспринимает наши расспросы?» Мужчина отложил в сторону папку, переданную ему в руки. Уже с заметным нетерпением. Очевидно, повторяющийся вопрос его начинают раздражать. «Ну, это понятно. А что касаемо нашего предложения?» «Пока думает. Но Евгений Михайлович просит передать, что ждет от вас более серьезных действий и решений насчет нашего парня. Многие, в том числе даже из союзных семей, начинают задавать вопросы по нему. Уже сейчас его сила совсем не секрет для многих. Нам лишь удается слегка запутать по поводу ее природы. Жаль, но это вопрос времени, когда они разберутся. И придут к парню. «Понимаю», — наклонил голову Александр Михайлович. «Что же, я поговорю с ним еще раз. Допросы заканчивать, и у них уже мало смысла. Все равно ничего нового не узнаем. Свободны». «Всего доброго». Кинул глава СБ и вышел из кабинета, плотно прикрыв дверь за собой. Александр же откинулся на спинку кресла, задумчиво обдумывая все, что произошло за последнюю неделю. Та авантюра, в которую ввязался Евгений, ввязал в нее, по ходу, еще и Машу, сильно рассорила их. Никогда раньше Александр не повышал голос на брата, по крайней мере, с того момента, когда он принял пост главы, а тут не сдержался. Это было очень опасно. И самое отвратительное, он не понимал, зачем Жене нужно так рисковать. Ритуал мог провести другой, менее значимый для семьи человек. А он использовал Машу. Сможет ли Александр теперь полностью доверять брату так, как раньше? Вот это большой вопрос. Глава вторая. Я присел возле чернильного пятна, представляющего собой концентрированную проклятую энергию, которую совсем недавно выплеснула Мария. Происходящее, мягко говоря, мне сильно не нравилось. Я не учил девушку использовать темные силы, и то, что это получилось у нее просто спонтанно, создавало много вопросов. Так быть не должно. И не потому, что использовать силы темного пути сложно. Совсем нет. Просто у них же свои техники, отличные от наших. И применять четыре шага звезд, используя проклятую энергию, очень сложно. Почти невозможно. А тут у Марии получилось вплести ее в первый шаг так, словно бы это изначально и было задумано, создателем техники. Мягко говоря, странно. Но и это, если не считать самого факта появления проклятой энергии вокруг девушки. Закрыв глаза, я погрузился в себя. Перед моим мысленным взором разворачивались сотни свитков и книг, касающихся проклятой энергии. Шанс, что найду ответы на свои вопросы, был небольшой, но попробовать стоило. Маша молча стояла рядом, стараясь не мешать мне. Практики темного пути черпали свою мощь из нескольких возможных источников. Например, сила смерти, как у того же старика с висельником. Или мощь ярости, когда темные практики усиливали себя за счет боевого безумия. Еще были ядовитые способности и порочные техники. Да и много чего. Но все это не подходило. Больше всего это походило на мой собственный случай, когда проклятая энергия просто появилась откуда-то из глубин души. Ладно. Наконец я вернулся в реальность и поднялся. Маш, покажи мне место, где ты тренировалась, а потом поэтапно повторишь первый шаг звезды, который у тебя... не получился. Да, мастер. Тут же согласилась она. Добраться до места тренировок наследницы мы смогли за несколько минут. Оказывается, это просто один из самых обычных спортзалов поместья. Ничего такого. Большое помещение с татами, гимнастическими инструментами и несколькими стойками с тренировочными бакенами. Удобно и без изысков. То, что надо, чтобы тренировать боевые искусства. Сам бы не отказался от такого спортзала для тех же ребят из приюта. Им бы он сейчас пришелся как нельзя кстати. Здесь же я ощутил восприятием остаточное присутствие проклятой энергии, но совсем небольшое. Отголоски скорее. Словно бы легкое касание. «Интересно, тогда почему на сегодняшней тренировке произошло то, что произошло?» Мое восприятие упорно молчало. «Хорошо, давай медленно и как можно спокойнее покажи первый шаг. Не волнуйся, я все контролирую и если потребуется, сразу тебя остановлю. Да, мастер». Кивнула девушка и тут же начала воспроизводить технику. На этот раз она уже не пыталась меня удивить и полностью сосредоточилась на исполнении шага. А я же следил за природной энергией вокруг нас, пытаясь уловить любые изменения в ней. И, как ни странно, ощутил. Поначалу энергия вокруг Маши начала двигаться и изменяться совершенно нормально, как и должна была. Я чувствовал, как она манипулирует ей с помощью своей силы, формируя нужную технику. А затем начала быстро меняться. Секунда, и вот уже чистая природная энергия стала искажаться, а на ее месте появлялась искаженная, похожая на чернила, сила. Мне лишь в последний момент удалось ухватить ускользающую мысль, и в этот же миг я приказал Марии остановиться. Девушка тут же послушно прекратила формирование техник, развеивая ее. «Кажется, я понял, в чем причина», — сказал я, подходя ближе к ней. «Маш, скажи мне честно. После завершения этого инцидента во время ритуала на ЦИТе вы какие-то вещи нападавших забрали сюда?» Девушка удивленно на меня посмотрела, но все же ответила. «Наши люди привезли несколько найденных артефактов на временное хранение в защищенный склад поместья, но их уже скоро должны забрать. Мне нужно посмотреть на них. Это можно организовать?» «Ну, ты считаешься наемником, однако...» «Все же не член семьи. Нужно как минимум поговорить с отцом. Можем это сделать прямо сейчас. Ну, точнее, я попрошу папу, чтобы он нас принял. Да». Я глянул на Машу. «Переживает. Появление той энергии ее явно испугало, хоть она и не подает виду». Что же, помимо этого вопроса, я давно хотел поговорить с Александром Заславским по поводу своего... ...заключения здесь. Пускай это и не афишируется, но я все же остаюсь наемником семьи. Нахождение же внутри поместья столько времени говорит само за себя. К тому же я все-таки хочу сдать чертовы экзамены и не уверен, что мне позволят пропустить их. Ну, хоть практику успел выполнить, и на том спасибо. В честь Александра Михайловича мурыжить он нас ожиданием не стал, приняв почти сразу. Я уж думал, придется несколько дней посидеть в комнате. А так все ограничилось получасом, пока второй по влиятельности член семьи принимал у себя в кабинете кого-то важного. Пока ждали вместе с Машей приема в просторном гостином зале особняка, я попросил ее продемонстрировать медитацию. Даже зная, как она не любит этот тип практики. К слову, невероятно эффективный, но нелюбимый многими воинами мира боевых искусств. Даже я, зная всю полезность, часто не мог толком найти на нее время. Утренние, вечерние традиционные практики не в счет. Можно сказать, они были частью моего ежедневного ритуала. Что уж говорить про других. Теперь же я смотрел, как Маша в позе лотоса закручивала вокруг себя силу, погружаясь в медитацию. И не замечал ни грамма проклятой энергии. Что и требовалось доказать. Похоже, ее проявление происходит при активном использовании духовных способностей. И, вероятнее всего, это влияние какого-то артефакта темных. И я даже предполагал, какого. Фонарь старика. Уверен, Заславские не могли пройти мимо такого. Вечное синее пламя. Это не то, что можно просто игнорировать. Они притащили проклятый предмет к себе в убежище, думая, что тот безопасный. И сейчас он в буквальном смысле отравлял всю территорию вокруг себя. И самое поганное. Привлекал к себе внимание весьма неприятных сущностей. Правда, после того, как все проверил, смог немного расслабиться. Тех эманаций, что сейчас распространяли артефакты, не хватит на привлечение даже мелочи. Сейчас у меня был только вопрос, почему его влияние не чувствовал я сам. По уму мне бы нужно ощутить восприятие неладное уже в первый день, как я очнулся. Но нет, как будто стал нечувствительным к проклятой энергии. Или сроднился с ней настолько сильно, что даже присутствие фонаря не улавливалось теперь. В том, что это именно его влияние, я почти не сомневался. Но проверить все же нужно. И, конечно, запечатанный проклятый предмет. Если этого не сделать, тут может произойти все что угодно, вплоть до появления тех самых неприятных тварей. Они питаются страданиями и кровью людей, и часто не против сами причинять их. «Мария Александровна». В гостиную вошел слуга, обратившись к наследнице и прервал ее медитацию. Александр Михайлович освободился и готов вас принять. «Спасибо, Юра». Девушка поднялась на ноги, поблагодарив слугу и вопросительно посмотрела на меня. «Да, я уже закончил проверку. Пойдем». Александр Михайлович встретил нас, как обычно, сидя за столом. Даже когда мы вошли в его кабинет, он еще несколько секунд о чем-то разговаривал по телефону, жестом пригласил нас сесть на стулья напротив. «Хорошо, Миша, давай сойдемся на этом. Отправляю осколок усиленной отряды. Да, я поговорю с Женей, уверен, он будет не против. Все, давай». Завершил вызов, Заславский вздохнул и перевел взгляд на нас с Машей. Пару мгновений он задумчиво смотрел на нас, а затем улыбнулся. «Итак, чем обязан визиту доча?» Мария посмотрела на меня, как бы передавая эстафету и говоря, кто был инициатором встречи. «Александр Михайлович, после инцидента в охранной цитадели вам в руки наверняка попало несколько артефактов. К примеру, фонарь с неугасимым синим пламенем. И вы принесли их сюда, в одно из хранилищ семьи». «Предположим», – неопределенно ответил мужчина, ожидая продолжения. «Мне, нам нужно посмотреть на найденные вами артефакты. Дело в том, что если их оставить без присмотра, в теории они могут повлиять на всю территорию особняка не лучшим образом». «И как же, позволю точнить?» Бровь Заславского взлетели, он явно удивился услышанному. «Мы проверили их на все возможные излучения, вплоть до радиации и амины, прежде чем везти сюда». «Там не совсем обычное излучение», – попытался объяснить я. «Это чем-то похоже на ловушки храмового комплекса, и запечатать его могу только я». «Так уж получилось». В кабинете повисла тишина. Александр Михайлович думал, а я и Мария ждали его решения. «Хорошо, я не против», – наконец ответил он. «Юрий проводит вас в убежище и будет находиться постоянно рядом на случай вопросов». «Спасибо». Я кивнул мужчине, мысленно удивляясь, что все прошло так просто, даже уговаривать не пришлось. И, словно бы услышал мои мысли, Александр Заславский добавил. «Андрей, раз уж ты зашел, я бы хотел услышать ответ на наше предложение. Времени прошло более чем достаточно, чтобы определиться со своим решением. Итак». Вот же, и нужно же было ему поставить вопрос ребром именно сейчас. «Откровенно, пока не хотелось об этом говорить. Но ладно, от этого разговора все равно не уйти. Так что лучше разобраться раньше. Я вполне себе осознаю, что подобрался очень близко к той границе, когда становлюсь не только полезным, но и опасным. Особенно противником Заславских. Постепенно этот пояс становился все опаснее для меня, ведь от местной аристократии полностью зависит возрождение школы. Может, нахрен их, и забрать ребят из приюта, рвануть куда-то в другой пояс? Не выход. Там обитают такие же аристократы, что и здесь. И это не считая того, что нам с ребятами придется как-то еще обживаться там, договариваясь с местными. Пока не вариант. Но обдумать другие нужно. Александр Михайлович, это же по своей сути дело всей моей жизни. Вначале я решил набить себе немного цену. Вы должны это понимать. К тому же я не против помогать. Вашу дочь, к примеру, я обучаю совершенно бескорыстно и бесплатно. — Моя дочь прежде всего маг, гений семьи, — заметил Александр Михайлович. — Я понял, о чем ты говоришь, но мы же не забесплатно просим тебя сделать это. Наше предложение более чем щедрое. — Да, верно, обещано многое, но... Я неопределенно пожал плечами. Вы же понимаете, что я напишу вам не один и не два учебника эффективной практики боевых искусств. Не все можно уложить в книгу. На высоких уровнях придется использовать непростые методы передачи знаний. Есть еще, конечно, духовные свитки, прочитать которые не сможет никто, кроме практиков, с относительно высоким уровнем развития и восприятия. Та же Маша, например, в ближайшие годы вряд ли сумеет это сделать. — Понимаю, Андрей, давай поговорим более предметно. Что ты хочешь за свою работу? А вот это хороший поворот разговора. Именно к нему я все это время подводил. Уже мысленно потирал руки и хотел начать торг, как вдруг замер. Боль пронзила все тело. По моей душе такое ощущение, только что кто-то полоснул несколько раз устрым ножом. От неожиданности скрипнул зубами. — Какого черта? Я на сто процентов был уверен, что всплеска у проклятой энергии даже близко не хватит на появление этих тварей. — А-а-а! Где-то рядом застонала Маша. — Что случилось? Ничего не понимающий Александр Михайлович поднялся на ноги с удивлением, смотря на нас. — Кажется, с печатями мы немного опоздали, — ответил ему, кое-как двигая языком. — У нас гости с той стороны границы. — Субтитры создавал DimaTorzok — Субтитры создавал DimaTorzok — Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...